Честно говоря, наверное, за последний год я только начал обращать внимание на бренды, которые занимаются конкретно ресайклингом и апсайклингом, и даже в масс-маркете сейчас становится популярным направление переработки одежды, и это очень радует. Поэтому можно не искать конкретные бренды в лакшери-сегменте, можно даже в масс-маркете найти какие-нибудь линейки типа Join Life, которые занимаются тем, чтобы сохранить окружающую среду. Мы живем во время, когда наша планета хочет немножечко отдышаться, и потребление становится все больше и больше, соответственно, это очень влияет на то, что происходит вокруг нас. Я уже два года сортирую мусор дома, и для меня это очень важная тема, поэтому одежда — это, в принципе, точно такой же материал, который можно перерабатывать дальше в новые продукты, поэтому, да, я обращаю на это внимание. Часто ли я совершаю необдуманные покупки? Скорее, нет, чем, да, потому что необдуманная покупка, мне кажется, это когда ты пошел за хлебом, а в итоге вышел с новым костюмом из магазина. Поэтому я стараюсь все-таки покупать вещи, которые мне действительно нужны. Лучше одно красивое и качественное, чем восемь странных вещей. Я готов платить больше денег за осознанное употребление и за вещи, которые могут спасти планету. Ну, потому что одеваться мы не перестанем, поэтому нужно как-то серьезно относиться к тому, что мы носим. Легче начать с чего-то одного и постепенно изучать эту тему. То есть попробовать там сортировать тот же мусор, попробовать поискать одежду, которая может быть переработана в другую одежду. Поискать дизайнеров, которые занимаются ресайклингом и апсайклингом. И есть прекрасный пример Ксения Шнайдер, которая перешивает из старого денима и спортивных костюмов новые прекрасные коллекции. Субтитры создавал DimaTorzok